сегодня 23 июня 2016 года кто куда на работу расставлены вот какая наша окрестность а мы двое с кириллом находимся здесь приготовить место называемый виг вам костер вот она как было бы кто-то было высокие столбы и между собой перевязанной проволокой и мы начали пруды восстанавливать одно будет большая рыба и над костром на проволоку увешивать рыбу такая была задумка так ты потом выберешь отсюда ее всю вот я тебе сказал вы выдержать из-под скамейки потому что мне трудно склоняться вот я сейчас там пойду с той стороны делай пока здесь а это вот наш пруд покажем в прошлом году у нас раньше он назывался симаковский а сейчас костровый впервые мы тут сделали туалет вот стал вы эти высоковольтные нет и высоковольтная ну то сколько идет 300 чем-то идет в корчу откуда идут стал бы говорят тут у вас трясется но еще сделаешь трясется трясутся руки от не беда гор прошла их резвости пора ноги трясутся руки от того что мало сделали добра лишь как хорошая выражена кто-то стихотворение вот это пруд теперь называется костровый березки наросли это все ветром нанесло а там бахчи когда-то раньше были мы пасли пустошь там стоило было там сусликов ловил ведро в воде прятал забрасывал а это лог вот дальше лог идет вот эта небольшая ложбинка и кончается она буквально очередь сколько-то и уже ровное место представьте совершенно ровное место поле даже не догадаешься что есть и вдруг вот ложбинка но между краями глубина еще небольшая метра три полтора тут между ними 50 а дальше вот уже какая разрастается уже ширина 100 около 80 100 метров и глубина тут если общие взять тут не меньше уже пяти метров куда земля делась и видно что это русло реки потоп ноев другого даже теоретического объяснения нету это не теория никакая ничего это жизнь вот здесь был михаил кальмаев семерта вот работе с кем я люблю работать все сам делает раньше был андрей дроба глухонемой а это все подсказываешь рассказываешь лениться и не по мне это все вот показать сейчас там видно или не видно где молятся они телеграфный стол подальше я не не знаю даже как показать то его кажется высветил крест это молятся где сделано ну а дальше этот на солнышко вообще не видишь это лагерь наш отсюда видно его тут и сколько на сколько то 200 300 200 метров чем-то до лагеря но там видать деревне на свет вообще ничего не увидишь это мы навозили разные тут отходы это все сгорит сырое сухое но костра пока нет одного человека не хватает чтобы было своих детей определенные числота вот смотрим здесь от рожек 2 2 от рожек рядом в одном сходятся вот он где это же самый костровый пруд но тут ложок маленько подальше идет до деревни и дальше скрывается ничего нету ровное место вот здесь она уже шириной метров 30 здесь 50 там около 70 80 а это где мы делали я даже не могу поймать где мы делали это или не это даже не вижу видно это или не видно вот здесь а там новозоринске новая заря колхоз назывался а там бригада называлась новая заря ну мой отец был объездщиком зимой а летом пастухом ну и там что-то хранилось а видимо у них не знаю риги какие-то и он там дежурил с одним пахоми был у нас был кобель марс она же напали волки и 2 2 волка и он завал кам один боролся они собаку ухватили с двух сторон дернули шкуру с нее содрали а он за нее он любил ее вот видите сколько на одном месте можно увидеть хорошего кирилл иди-ка сюда это вход у нас замурован был даже я покажу что у нас дальше есть и вот со временем чтоб солнышко все в затылок светила понял да подожди к тебе видно цифры бегут нет да вида все это значит записи идет так посмотрю сейчас покажу что что тут делаем мы сделали в прошлом году ступеньки ступенек не было это вот все уберем туда нынде не все вырвали руками лично решим не вырывать потому что корневая система она сохраняет что полейка где-то и выдохнет готова базу острого наточенную вот оно видно дерево смешка следующая вот дальше это я уже пробился туда вниз а потом плитопщится и оно будет хорошо стоять а тут ярусе сейчас подожди у меня выйти уже сбитые я попробую показать как убирать вот костер так и приготовить где место уже все готово ну заросло буйно все растет вот я зашел в самый единственный это костер примерно метр шестьдесят пять метр семьдесят метр семьдесят у меня метр семьдесят двадцать вот здесь все протянуто вот теперь здесь все готово мы эту траву захватываем дальше мы ее бережем потом когда будет гореть и сверху картошка уже называем крапивное одеяло накрывает она картошка вкусная не перегорелая мы еще решили не выйдет хотя бы прополоть я взял четыре тягки пробовал когда я осенью сбрасывал коровы приходят ее и все растаскивают а сейчас она сохранилась вот она дальше идет ярус вот его не дать уже вот видишь как появляется мы корневую систему то не трогаем и поэтому надо сидеть все деревья но это подиум грешит как бы вот тут такое дело и 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 будет уже и на пыли, ну и с той стороны вот покажу, вот мы двое решили, что мы тут поправим. Ну а теперь что, теперь вот пропива, тут надо вырвать, пропива, теперь трава, петёк, пыльца, сразу возьму ещё одну тяпку, взяли четыре тяпки, натащила, ну тут дерева много, в дерево свьёшься, видите как, где-то сидят, на пыли ездят, вот так, это непонятно еще молоча или мы доски прятали, тут было три яруса, сейчас сидят на станейках, второй ярус, и на жердях, и деньги двойные, двойные. Говорят, делать нечто с инвалидом, пенсионером, ну так, что мы посадим, вот у нас нападают, которые грекуны, сейчас нападают опять на митрополита Сергия, он сектантов поддерживает, зачем, и начинает крутить, то есть мирские люди, у них ничего нету, ничего, даже имени нету, без имени, а без имени только демоны. И вот у вас там, батюшка безблагодатный, служат архиереи московской патриархии. Когда делили епархию на несколько частей, Сергия Иванникова поставили сюда, значит он не худший, а Максим был, его так загнали в Елес по сравнению с Алтаем, и Алтай, это четыре епархии, это большая, богатая епархия, митрополия, тут и хватает всего. Я не знаю, мне говорят, я не вижу, а сейчас, если я вернусь так. Приезжал спецкорреспондент в журнал «Русский дом», там еще не скажешь, посмотрите, это уже два года назад, наверное, печатали, да, два года назад. Номер третий, кажется, или четвертый, Ритунский пишет. Там уж проверяют на десять раз, и они нам оставили этого журнала, мы попросили штук двадцать, так они больше оставили. Я от них таскал сколько материалов, но я книги подарил, не просто так. Был там, в Москве, в редакции этого журнала. Они нам дали журналов своих, я не знаю, ну килограмм сто пятьдесят. Понимаете, конечно, я ехал везде, в Германии, во Франции, в Португалии, где могли, мы везде оставляли, это журналу как бы, ну реклама, журнал-то хороший. По благословению Патриарха Алексея Второго, по благословению Крестьянкина, вот, Николая Гурьянова. Ну и этот журнал, наши есть священники, друзья, они другим, которые недруги показывают. Ну посмотрите, вот вы болтаете, там сектанты, слово сектанты никто и не знает, что это такое. Не знает, как сектоведение, нет такой науки, это все дьявольский обман. Не могут сказать, и даже журнал не хотят, и журнал не такой, Лапкин подкупил. Выходит священник и говорит, подумайте, Лапкин закупил на американские деньги все средства информации, по телевидению выступают, я три радиопрограммы вел. Не закупал я ничего, меня приглашают, что я милицию закупил. В городе Барнауле пять отделов районов, потом городское УВД и краевое УВД. Я много лет вел у них занятия регулярно, помесячно, в одном, там, другом, и по району где-то. А что, закупил? Собирает помощников прокурора, за мной приезжает полковник милиции, сотников, на машине. Я что, закупил? Ну понимаешь, такое мышление, мышинное буквально, а их знать никто не знает. У них образование. Я, значит, образование не знаю, я канавал. Так интересно. Ну, нерожденный свыше человек, он не может плотскими умами, булыжниками этим ворощать. Он не видит, не понимает, кто перед ним. Другой только раз заходит, вот сегодня из Австралии один. Это мои мысли, мое дыхание, все здесь. У нас много друзей. Даже простое дело, я в Потеряевке. 10 июня я заехал. И 10 июня, 11-го, пошли поздравительные. Я не знаю точное число, я не бываю ВКонтакте. И ВКонтакте перекинули мне 450 поздравлений. Все положительные, там пожеланий столько. Я не говорю, что сколько на mail.ru, на наш, сколько скайпе выходило. А я уже ответить не могу. Я кое-что показал. Ну, не меньше тысячи. С банки не успел телефон в карман вложить. Ну, сами по себе примерьте. У вас образование. Ну, чтобы от души, не потому что должности. Должности-то никакой у меня нет, образования нет. Моряк, печник, пастух, сын пастуха. Ну, чего завидуете? Ах, чего завидуете? Вот это и оно. Пилат знал, что предали Христа из зависти. Стефан говорит, что братья продали Иосифа из зависти. И грех, которым трудно осознать. А вы завистники? Вот сейчас там начинают они опять нападать на митрополита. Понимаете? А нас лично, обо мне спрашивает патриарх епископа. Называет меня по имени, по фамилии. Ну, я говорю, так и спросил? Да, спросил. Какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным? Значит, он знает. Ну, какие? Он говорит, да были бы другие. Притом, не один патриарх это спрашивал. Если бы местный епископ относился по-другому. Было бы все по-другому. А кого он? Где? Наш Евтихий Курочкин. А дальше Дмитриев. И сразу Евтихий сюда прилетел. И они собрались и вместе. И местный епископ Максим Дмитриев Елецкин сейчас. Я готов к вам на вертолете прилететь. Зима. Батюшка говорит, у нас посадочной площадки нет. Вот как важно им для нас. Чтобы были в мире. А метрополит, местный сейчас Иванников, то он избрал самую правильную тактику. Самую правильную. Любовь. Любовь. И у нас ни одного слова я никогда не сказал. И еще ради скажу. А он будет завтра вам врагом. Все равно уже не скажу. Были мы в друзьях. Я уже не трону. То есть это пройдет мимо. Но он не делает этого. Он приезжает. Он не то что афиширует. Он не может скрыть улыбки. Прощенное воскресенье. А он меня обнимает. Трижды целует. Как на пасхальный день. Но это Бог делает. Эту харизму-то Бог дает. О чем патриарх тогда митрополит Сергий Строгородский говорил. В особые времена Бог будет выставлять измирян. Не обреченных никакой властью. Чего вы умираете? Вот мэр города. Мэр города у нас в Барнауле. В десятку лучших мэров был. Он вот так вот увидит меня. Из машины вот приветы какие передает. Останавливает. Представляет там разным градоначальником. Ректор крупнейшего видимо в Сибири университета. 21 тысяча студентов. ОГТУ. Евстигнеев Владимир Васильевич. Перед всем народом. Профессорским составом. Обнимет. Поцелует. И я преклоняюсь перед этим человеком. Все передо мной. Переклоняйся. А зачем говорите? Ну пока что не все такие. Как вот которые нападают. Которые. А почему он знает. Как Семкин. Проректор. Считается умнейший из умнейших людей. Так они евреи. Причем тут евреи то. Он умный. Он понимает. Как то в собеседнике. Статья Дмитрия Быкова. Дмитрия Львовича. Писатель. Журналист. Как бы против. Он в Потеряевку приезжал. С Бурлаком. С фотографом. Я говорю. А какая статья? Плохая. Хорошая. Он говорит. Не пойму. Но. Игнатий Тихонович. Любая антиреклама. Это реклама. Понятно? Разные предприниматели. Сейчас я сюда приехал. Звонит главный банкир Алтайского края. Мы знакомы. Лет 25. Он у меня главный помощник. Так он еврей. Опять еврей. А я откуда бы знал евреев. Ну еврей. Ладно. Я не боюсь евреев. Это богоизбранный народ. Его нельзя проклинать. Только благословлять. Что я сказал не так? Считайте. В Библии. Бытие там написано. Главный банкир Алтайского края. Главный. И он звонит. Спрашивает. Уехал за границу. И оттуда звонит. Я его пригласил сюда. Что сравнивать. Банкиры. Пенсия. 6523. Мы как-то с ним ходили. Я говорю. Я вам дам сигнал. Я так делаю. Если я вам нужен. Вы мне позвоните. А почему? Я говорю. Так у меня денег нет. Я никому не звоню. Сигнал дам. Если ты мне нужен. Бежущий-то он копается. Вытаскивает. Мне 10 тысяч кинул. Да у меня телефон. Телефон-то мой дешевле того стоит. Дешевле этих 10 тысяч. И мне опять же подарили. У меня нет ничего своего. Ничего. Рубашка военная подарили. Я вел занятия в военных училищах. Вот. Вот такой телефон. Что-то тут уже звонит. Звонили я не слышал. Вот оно. Все. По магазину привел. Ну коммерсанта один покупать. Большое такое какое-то зеркало. Я не взял никак. Обидел я его сильно. Я говорю. Самый-самый дешевый. Вот пошел. Сколько он стоит. Я даже не знаю как его назвать. Вот он. Весь умещается. Самсунг. Самсунг называется. Не знаю. Мне все равно это. Все равно. Дело вот в чем. Научиться жить красиво и интересно даже в бедности. Один раз книгу выкупать. И тоже с банкиром был. Я говорю книгу выкупать надо. А денег то и нету. А не сказал сколько. Он опять пошарился. Кидает мне пятьдесят тысяч. Тысяч. А мне нужно было ровно пятьдесят тысяч. В этот день мне кто-то позвонил. Один и говорит. Вы говорили денег не хватает. Но есть только сорок пять тысяч. Возьмете. Без отдачи. И в это время звонок с мобильного. Я говорю подождите. Сейчас я по мобильному переговорил. Трубку беру. Там гудки никого нет. Я говорю сорок пять это сорок пять. А мне надо пятьдесят. У меня он мне банкир говорит. И за вами машину послал. У него день рождения. Я ему подарил веточки миндали. Сказал это символ бессмертия. Сказал только что не хватает. Не сказал сколько. Он пошел. Полез в шкаф. Покопался. Выделил на пятьдесят тысяч. Это Бог располагает. Мне не надо не воровать. Не представляться. Ничего. Вот. Какие. Чего. И вот сегодня здесь я зашел. Видите как уже. Как повалена она лежит. Дальше сейчас пройдем. Кирилл пойдет с той стороны. Дальше. Это вам цветы которые можешь показать. Это пустырник. Подойди-ка сюда. Так. Держи крепко в руках. У тебя хорошо получается. Смотри как ты вырываешь. Вот так сейчас обойдешь вокруг. А я тут потяпаю. Вот это вот пустырник. Ну верни. Он более сильный. Видишь сколько растет. Вот это. Более сильный чем корень валерьяны. В Америке и в Японии при недостатке земли целая плантация. Медосбор хороший. А у нас его коровы тут едят не едят. Вот он стоит полно. Но я точно не знаю как идут они этажами. Видите. Листики. Кажется четыре этажа надо срывать. И сушить его в прохладном не солнечном месте. Пожалуйста. Вот к тому плохо будет здесь. Возьмет пожует. Видите как сегодня сколько мы привезли. На это. Сейчас я знаю в лесу группа работает. Другие пошли Надежде Васильевне помогать. Детям. Батюшка вызвал. Сейчас себя барашка заколота. Кто видел какое у него устройство. Там кишки идут и идут. Промыл это все. Собаку накормил. Ножки перерубил. Завтра ему сварят. Все. И все это в один день. Только еще день начался. У нас уже столько событий. А те которые нападают у них ничего нету. Совершенно ничего нету. Они вокруг моей колокольни визжат. Бегают всю жизнь. Нет ничего здесь. Тут какая-то яма была. Мы нашли. Сделали. Там вторая яма. Туалет. Там была яма. Другая, третья. Сделали лагерь. Засыпали ямы. Вон он наш детский лагерь. Но это ни день, ни два. 45-й год. Тысячи уже детей перебывали. Со всей страны из-за границы. Вот сейчас из Канады должны 30-го привезти мальчика. А до этого были. Откуда приезжали люди с Америки, с Израиля, с Бразилии. Прослышали. Им интересно. А вы нападаете-то. Вы не интересные. Драгоценное время тратите. Вот это вот все мы загородили в прошлом году. Каждую жердочку ее надо найти было. Ошкурить. Столбы закопать. Вот как раз Кирилл копал здесь? Я? Не. Меня не было уже тогда. А уже не было. Я уехал. Вот видишь, как мы сделали. Так, тут посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать ямок. Пятнадцать столбов. Глянь, какой крест. Какая яма. Какой подиум. Тут все это... Раньше мы закрывали от ветра особое полотнище. Хулиганы режут сиденья трамвайные. А трамвайным депо там ко мне расположено. Отдавали много. Мы сшивали. Они непромокаемые. Сиденья такие дерматиновые были. Сейчас ишли на переплет книг. Видите, как можно создать жизнь ни рабщая, ни на государство, ни на правителя, ни на кого. Было на нас тут всякое разное. Но отношения только хорошие. Приезжает глава администрации один, другой, сельсовет. Участвует в празднествах наших. Нынче вот не было. А так все время приезжали. Мало того, заместителю губернатора тут перебывали почти... Ну, большинство были здесь. Я все это рассказываю к тому, что злиться не надо. Занимайтесь самими собою. Тех, которые, ну, умеют только плевать ядовитой слюной. На меня это никак не действует. Вас просто жалко. Что они делают? Время драгоценное уходит. У меня вчера вот салдин работал в таком напряжении. Вещь там первый раз стала так, что... Качало буквально. Я добрался не ужина и ничего. Кое-кое-как. Помотался. Мыть себя уже ничего не. Что-то колесо обмыл и плюхнулся до утра. Мне интересно. Моя жизнь. Умереть где-то в труде вот так вот повалился, закачался и... Все, 78-й год пошел. Благодарю Бога моего. Что Бог дал понять, радость жизни, она в любви. Ничего нету. Ничего. Только яма. Яма и подсобный материал вот где растет. И все хорошо. Вот нынче намечено было три пруда еще добавить. Но удастся ли? Не знаю. Тогда Потеряевку буквально окруженная будет водой. Вот так вот. Это же микроклимат. А вам это надо? Мне это уже ничего не надо. Это следующее поколение придет. Новые люди сейчас строят дома. Приезжают. Мало. Но если где-то что-то, как говорят, шуганет. В один день сотни людей здесь будут. Когда там отнимут. С юга начнется. С севера. Потеряевку в отдаленном месте. Экологически чисто. Ни змей нету. Нету ядовит. Никаких змей вообще нету. Нету. Ни клещенцев и политных. Ни комаров маляриных. Ни львов, ни медведей. Ни волков даже. Волки исчезли куда-то. Это абсолютно чистое место. Как будто сегодня Бог Адама выгнал из рая и поселил вас здесь вот. Ну люди-то разные. Кто-то плохо пасет. Кто-то что-то. Я встреваю. Ну настаиваю. Призываю к совести. Ну а как. В этом обязанность моя. Сегодня вот тоже зашел. И там кто-то нападает. И нападает прям. Ну ничего нету. Там шершней. Мы гнездо выжгли. Они не дают. Шершни. Всяко ругают. Язычники. Называются родноверы. Шершни заступаются. Шершни. Которые не дают нам работать. Ну выжгли их. Убрали. Два гнезда было. А их еще 1100 вокруг. Им не надо. Лишь бы за что-то засыпиться. Шершни. Это опасно. Вот так. Сейчас я буду дальше проходить. Тяпать вокруг. А ты. Законишь это. И потом здесь вот сбоку. Всю траву в одно место сложишь. Пусть она лежит. И как костер будет. Начну тебе и накрывать. Все. Кириллушка. Давай-ка. Вот он у меня помощник какой. Как фамилия-то ваша? Скринник. Скринник. Сколько вас сегодня здесь приехало? Пятеро? Да, пятеро. А значит кто? Ты? Четверо. Я или пятеро. Да, пятеро. Я, брат и три сестренки. Да, пятеро. И три сестренки. И сколько вы в прошлом году заплатили за лагерь? В прошлом году вообще три тысячи. Но вы обратно им вернули. Я вернул его обратно и на дорогу дал. Пятеро. И нынче пятеро. Бесплатно. Почему? Потому что есть добрые люди. Есть такая одна, имеющая возможность помогать Елене. За нее все помолитесь. Она помогает продуктами. А нам больше ничего и не надо. Да благословит Бог всех. И врагов, и друзей. Все. Пошли. Менин. Нет. Нет.